Всем доброго времени суток! Вы на канале НИТСОЛО. Это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я свяжу образец вот такого узора. Он называется колокольчики. Это его изнаночная сторона, а это лицевая сторона. Раппорт данного узора состоит из 4 петель по горизонтали. Если располагать элементы в шахматном порядке, то 24 рядов по вертикали. Для образца необходимо набрать количество петель, которое кратно 4, плюс добавить 3 петли для симметрии полотна и 2 петли кромочные. Кромочные в узоре не участвуют. Кромочные в своем образце я буду провязывать следующим образом. Первую буду снимать непровязанной, последнюю буду провязывать изнаночной. На другом образце, на котором я буду показывать, как вяжется этот узор, я набрала 29 петель. После наборного ряда провязала один ряд лицевыми петлями. Начинаю вязать первый ряд по схеме данного узора. Первую кромочную снимаю непровязанной. Следующие 3 петли провязываю изнаночными петлями. Следующую петлю провязываю лицевой. Это весь раппорт первого ряда. Дальше повторяем. 3 изнаночные, 1 лицевая. И так до конца ряда. 3 изнаночные, 1 лицевая. 3 изнаночные, 1 лицевая. 3 изнаночные, 1 лицевая. И последние 3 изнаночные это для симметрии. Последняя кромочная провязывается изнаночной. Первый ряд провязан до конца. Поворачиваю работу на обратную сторону. С изнаночной стороны все петли во втором ряду провязываю по рисунку. То есть, как лежат петли, так я их провязываю. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Вяжу все петли второго ряда по рисунку до конца ряда. Второй ряд провязан до конца. Я повернула работу и вяжу третий ряд. Первую кромочную снимаю не провязанной. Следующие 3 петли провязываю изнаночными. После 3 изнаночных петель делаю накид. Следующую петлю провязываю лицевой. Делаю накид. Это весь раппорт. Дальше повторяем. 3 изнаночные петли, накид, лицевая петля, накид. И дальше опять повторяем. 3 изнаночные петли, накид, лицевая петля, накид. И так повторяем до конца третьего ряда. 3 изнаночные петли. Последние 3 петли перед кромочной провязываем изнаночными для симметрии полотна. Третий ряд провязан до конца. Поворачиваю работу на обратную сторону и вяжем четвертый ряд. Первую кромочную петлю снимаю не провязанной, а все остальные петли вяжу по рисунку. То есть так, как лежат петли, так их и провязываю лицевыми, лицевыми, изнаночными, изнаночными. За исключением накидов. Их я провязываю изнаночными за стенку, которая расположена перед спицей. Так, чтобы петля оказалась без дырочки. Вот так. Итак, вяжу по рисунку все петли, за исключением накидов. Накиды провязываю изнаночными, так, чтобы петля оказалась скрещенной. Вяжу до конца четвертого ряда. Четвертый ряд провязан до конца. Начинаю вязать пятый ряд. Кромочную снимаю. Вяжу дальше 3 петли изнаночными. Делаю накид. Вяжу 3 лицевые петли. И делаю накид. Это весь раппорт. Дальше все повторяем. 3 изнаночные петли. Накид. 3 лицевые петли. Накид. И таким образом повторяем до конца пятого ряда. Накид. Накид. Еще sprinkle. В задних джемсах. И Lag. И вяжем. Простите. Что? Накид. Что? Перед последней кромочной 3 петли провязываю изнаночными для асимметрии полотна. И последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем 6 ряд. Кромочную первую снимаю, дальше вяжу по рисунку. То есть лицевые лицевыми. Накиды провязываю изнаночными так, чтобы они оказались скрещенными. Изнаночные петли провязываю изнаночными. И таким образом вяжу до конца 6 ряда. Вяжем 7 ряд. Кромочную снимаю. 3 петли провязываю изнаночными. 1 петлю провязываю лицевой. Следующие 3 петли провязываю вместе лицевой. И 1 петлю лицевой. Раппорт провязан. Дальше повторяем. 3 петли изнаночные. 1 лицевая. 3 вместе лицевой. 1 лицевая. Дальше таким образом повторяем до конца 7 ряда. Продолжение следует. В конце перед последней кромочной 3 петли провязываю изнаночными для симметрии полотна и последнюю кромочную изнаночной. Вяжем 8 ряд. Все петли по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Вяжем 9 ряд. Кромочную первую снимаю не провязанной. Следующие 3 петли провязываю изнаночными. Следующие 3 петли провязываю вместе лицевой. Это весь раппорт. Дальше повторяем. 3 петли изнаночные. 3 петли вместе лицевой. И таким образом повторяем до конца 9 ряда. Последние 3 петли перед кромочной провязываю изнаночными для симметрии полотна. И кромочную также изнаночной. Десятый ряд вяжем по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. В одиннадцатом ряду первую кромочную снимаем не провязанной. Дальше все абсолютно петли до конца ряда провязываем изнаночными. В двенадцатом ряду все петли вяжем по рисунку. Здесь у нас только лицевые петли. Только последняя кромочная провязывается, как всегда, изнаночной. Я с вами провязала 12 рядов. Начиная с 13 ряда будем колокольчики располагать в шахматном порядке по отношению к тем, которые уже провязаны. Дальше я с вами буду вязать только нечетные ряды, которые расположены с лицевой стороны. Так как четные ряды, которые с изнаночной стороны, вяжутся все по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды провязываем скрещенно, как и раньше. Вяжем 13 ряд. Снимаем первую кромочную. Следующую петлю, для того чтобы сместить колокольчик в сторону, провязываем изнаночной. Следующую после этого лицевой. Дальше вяжем, как в первом ряду. Мы провязывали 3 петли изнаночными. Одну петлю лицевой. Опять 3 петли изнаночными. Одну петлю лицевой. И таким образом повторяем до конца ряда. Тринадцатый ряд довязываем до конца. Четырнадцатый ряд будем вязать по рисунку. Вяжем пятнадцатый ряд. Кромочную снимаем. Одну петлю провязываем изнаночной. Делаем накид. Одну петлю провязываем лицевой. Делаем накид. И дальше вяжем фрагмент, который будет повторяться. Три петли изнаночные. Накид. Лицевая. Накид. Дальше повторяем. Три петли изнаночные. Накид. Лицевая. Накид. И таким образом повторяем до конца ряда. Довязываем пятнадцатый ряд до конца. Шестнадцатый ряд будем вязать по рисунку. Вяжем семнадцатый ряд. Кромочную петлю снимаем. Одну петлю вяжем изнаночной. Делаем накид. Три петли вяжем лицевыми. Делаем накид. Дальше следует фрагмент, который будем повторять. Три изнаночные. Накид. Три лицевые. Накид. И повторяем. Три изнаночные. Накид. Три лицевые. Накид. И таким образом повторяем до конца ряда. Довязываем семнадцатый ряд до конца. Восемнадцатый ряд будем вязать по рисунку. Вяжем девятнадцатый ряд. Кромочную петлю снимаем. Следующую после кромочной петли вяжем изнаночной. Следующую петлю вяжем лицевой. Следующие три петли провязываем вместе лицевой. И одну петлю лицевой. Дальше фрагмент, который будем повторять. Три изнаночные. Одна лицевая. Три вместе лицевой. Одна лицевая. И повторяем. Три изнаночные. Одна лицевая. Три вместе лицевой. Одна лицевая. И таким образом повторяем до конца этого ряда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Довязываем девятнадцатый ряд до конца. Двадцатый ряд будем вязать по рисунку. Вяжем двадцать первый ряд. Кромочную петлю снимаем. Следующую после кромочной петлю провязываем изнаночной. Дальше провязываем три петли вместе лицевой. Дальше следует фрагмент, который мы будем повторять в этом ряду. Три петли изнаночные. Три петли вместе лицевой. И повторяем. Три петли изнаночные. Три петли вместе лицевой. И таким образом повторяем до конца этого ряда. Дальше провязываем двадцать первый ряд до конца. Двадцать второй ряд будем вязать по рисунку. В двадцать третьем ряду первую кромочную петлю снимаем непровязанной. Следующие все петли до конца ряда провязываем изнаночными. Двадцать четвертый ряд. Последний в раппорте данного узора вяжем по рисунку. Вместе с вами я провязала двадцать четыре ряда. Это весь раппорт по вертикали. Дальше следует повторять, начиная с первого ряда. Очень надеюсь, что узор и видео вам понравились. А на сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok